Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня я вместе с вами будем разбираться в пустых баночках. Я постараюсь дать вам максимально объективную, заключительную оценку тем продуктам, которые у меня уже закончились. Пустышек насобиралось довольно много и давайте же побыстрее приступим. Из декоративной косметики у меня засохли вот такие вот кремовые тени от Maybelline, их старой линейки, которые идут в оттенке номер 40. Они в таком холодном сером оттенке. Для глаз, конечно же, я их не использовала. Да и вообще они у меня почему-то скатывались на веках. А вот как продукт для бровей мне эти тени даже очень понравились. Они матовые, они стойкие. И вот в последнее время даже подумываю повторить эту покупку. Также у меня наконец-то закончилась тональная основа от Bourjois Health Mix, которая, кстати, уже не продается. Во всяком случае, я ее не находила. Она мне определенно понравилась, потому что дает легкое покрытие и как будто слегка подсвечивает, облагораживает кожу, делает ее более отдохнувшей, такой как будто ровненькой. Сейчас все реже начинаю наблюдать продукты от Bourjois в наших магазинах косметики. Это очень печально. Не знаю, это временно или навсегда они пропадут с рынка Украины. Я очень надеюсь встретить их еще и обязательно, если увижу, куплю 100%. Конечно, еще ни одно мое видео о пустых баночках не проходило без мицеллярной воды от Биодермы. У меня целых уже две пустых банки. Я не знаю, моя кожа просто вот это любит. Все, я больше ничего не буду говорить. Из ухода за волосами у меня закончились вот таких вот два... Из ухода за волосами у меня закончились вот таких вот два шампуня. Первый самый стандартный от Pantene. Я вообще люблю все их линейки, хотя, как по мне, они все одинаковые. Вот этот шампунь довольно интересный. Это Head & Shoulders с коллаборацией с Old Spice. И на самом деле это мужской шампунь. Ну, боже мой, какой у него идеальный запах. Если вы любите сочетание мужских духов и восточных пряностей, вам определенно это понравится. Он идет с успокаивающим ароматом сандала. Более приятно пахнущего шампуня я еще не встречала. Вот реально стыло у Сереги. Мне очень понравилось, с удовольствием пользовалась. Наконец-то у меня закончился вот такой вот бальзам для волос. Goodbye секущиеся кончики от Fructis. Мне вообще он не понравился. Для моих волос это не работает. Он просто стекает водой с моих волос. Хотя я знаю, что некоторым эта вещь нравится. Они всем ее советуют. У меня реально что-то не пошло. Определенно больше покупать не буду. Сейчас я нашла, кстати, от Fructis их новый бальзам с тремя маслами. Такой в желтой упаковке. Вот тот вот реально классный. Еще из продуктов для волос у меня закончились вот такие вот два сухих шампуня от Batiste. У одного где-то потерялась крышка. Ну, в общем, это не важно. Первый у меня с эффектом объема у корней. Это как будто вот два в одном, если взять обычный сухой шампунь и добавить в него лак для волос. Я бы отнесла его к категории стайлинга. Сначала ужасно мне не понравился, потому что склеивают волосы. И вы даже не можете вот так вот провести нормально по волосам. Но потом я поняла, что эта штука делает из ничего, как будто у тебя укладка всегда была. Вот этот шампунь самый обычный. У него такой восточный запах. Довольно стандартный. Скорее всего, буду больше останавливаться на вот таких вот объемных. Мне они, кажется, лучше подошли. Из ухода за кожей у меня закончился вот такой вот гель для душа от DAF. Вы все знаете, что я обожаю их продукты. Но сейчас мне немножко поднадоели их запахи. Я уже перепробовала все. Поэтому буду искать что-нибудь новенькое. Так, чисто ради запаха. По эффективности они мне очень нравятся. Это, как по мне, самые увлажняющие гели для душа. Если знаете более увлажняющие, обязательно напишите мне в комментариях. Я буду искать. И вот такой вот лосьон у меня закончился от Johnson's. Я уже тоже, по-моему, припробовала всех запах. И вам постоянно говорю в пустых баночках, да и в покупках тоже, что вот эти вот средства мне очень нравятся по уходу за кожей. Они действительно как бы напитывают кожу и не оставляют вот этой вот ужасной липкой пленки. К сожалению, вышел срок годности у моей крымской розовой воды. Сейчас постараюсь не говорить о политике и вообще о Крыме. В общем, продукт это классный. Он очень универсальный, такой как будто освежающий тоник. Если найти качественную розовую воду, она действительно очень хорошо ухаживает за кожей лица, даже самой чувствительной. Выполняет роль как и тонизирующего, так и увлажняющего средства. Единственное, если вы, как и я, не любитель запаха вот этой вот розы, вам это средство, скорее всего, не понравится. Мне реально напоминают вот эти вот отдушки на основе розы, каких-то бабулечек. Наконец-то использовали до конца вот эту вот пасту для зубов от Биомет. Если помните, я говорила о ней в своих покупках. Это классная натуральная зубная паста для снижения чувствительности зубов и укрепления десен. Она идет на основе винограда. Здесь нет синтетических ароматизаторов, поэтому, когда вы ее используете, такое чувство, что вы жуете какую-то шкурку от виноградинга. Единственный ее минус это то, что она не освежает ртовую полость. Не могу я просто использовать дальше вот этот вот дезик от Рексона, который называется свежесть душа. Мне не нравится этот запах. Для меня почему-то это неэффективно. Я не знаю, может у меня какая-то подделка. Но, в общем, нет у меня сил больше и не хочу даже об этом говорить. Выбрасываю. Совсем недавно у меня закончились вот такие вот капельки для глаз от Келлион. В общем, это специально увлажняющие капли для контактных линз. Действительно, капли как будто вязкие или густые. Единственное, они не очень хорошо осветляют вот эти вот белки глаз. А вообще, если вы новичок, например, или вам некомфортно до сих пор в контактных линзах, или вас быстро высыхают глаза, советую присмотритесь неплохие капельки. Также у меня закончился вот такой вот бюджетный гель для интимной гигиены от фирмы Vital Charm. Я нашла его где-то в супермаркете. Неплохая вещь, если найдете, присмотритесь. Вышел у меня срок годности у вот такого вот крема для рук глицериновый, какого-то отечественного производителя. Кстати, хорошая вещь. Особенно классно, если у вас постоянно заусенцы или очень сухая кутикула. Хотя он годен до 18-го года, но он пахнет прогорканым жиром. Поэтому выбрасываем. Решила добавить в это видео еще пустые баночки всяких средств по уходу за домом. У меня закончилось вот такое вот средство для мытья посуды от Freaking Bo. Я сейчас активно использую вот эту вот их эко-линейку. У меня с запахом яблока и манго. Он не так хорошо пенится, как, например, стандартная гала. Но, тем не менее, это более натуральный, скажем так, продукт. И он быстрее вымывается с посуды. Это для меня огромный плюс. С этой же линейки у меня закончилось вот такое вот средство, чистящее для ванной комнаты. Она идет на основе яблочного уксуса. Очень хорошо полирует сантехнику и избавляет от известковых отложений. Купила еще одну такую же. И вот буквально вчера у меня закончился вот такой вот жидкий гель. Он же жидкий порошок от Persil. Мой самый любимый. Но в целом мне нравится, как он работает и с цветными, и с белыми тканями. У него приятный аромат и довольно достойная цена за такой объем. На этом все. Вот такое вот видео о пустых баночках у меня получилось на этот раз. Надеюсь, оно было вам интересным или полезным. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх внизу. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока!